Два месяца пенсионерка Алла Скнар пытается получить в Народном банке свои законные проценты по депозиту. 45 лет она отдала фармацевтике, работала и, будучи уже на пенсии, продолжала откладывать на черный день. За 12 лет накопилось 16 тысяч долларов. В мае прошлого года пенсионерка решила положить эти деньги на депозит Народной пенсионной. А когда после февральской девальвации пришла забирать свои деньги, банк вместо начисленной тысячи долларов выплатил ей только 75. Механизм перерасчета сотрудники банка пояснили туманно. То ли клиентка сняла деньги раньше срока, то ли сумма депозита изменилась из-за того, что налоговый комитет удержал с депозита несколько центов. Это считается обман, причем старые люди, конечно, они в основном неграмотно идут, дали им там какой-то процент. И то, слава богу, что деньги сохранены, и есть процент. А мне просто обидно, когда берут кредиты, сколько по кредитам они платят. Это же тоже банк. Деньги-то мои работали. Ермек, к вам можно? Возмущенный бюрократическими придирками банка, обманутая вкладчица обратилась к общественному защитнику Ермеку Нарамбаеву. Общественник помог написать досудебные претензии и пояснил, что такое, мягко говоря, неуважительное отношение банка к своим клиентам следствие высокого родства его владельца Тимура Кулебаева, среднего зятя президента Нарсултана Назарбаева. И это, конечно же, мне кажется, губит всю репутацию Народного банка, как Народного банка, как банка с государственным участием, как банка с участием зятя президента Кулебаева, что так неблаговидно, недобросовестно, непорядочно, грязно работает Народный банк. В самом Народном банке, куда мы обратились после непродолжительных переговоров, нам пообещали пойти на переговоры с вкладчицей, попутно обвинив пожилую даму в непонимании договора. В данной ситуации, видимо, произошло недопонимание, вследствие чего возникла эта ситуация. Но, судя по всему, то есть руководством филиала будет принято какое-то решение на переговорах, которые будут назначены на среду. Между тем, на сайте Народного банка четко и ясно написано, что проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно. Остается непонятным, почему пожилой человек с повышенным давлением и массой других болячек должен бегать и доказывать свою правоту. Возможно, такое грубое нарушение законов и договорных обязательств Народным банкам происходит потому, что владельцем банка является средний зять президента Казахстана, миллиардер Тимур Кулебаев. Как всем известно, семья президента и сам президент не подсудны казахстанскому законодательству. На них нельзя заводить уголовные дела и подавать иски. И иммунитет, похоже, распространяется не только на членов семьи Назарбаева, но и на их собственность.